здравствуйте приветствуем вас вновь и снова на нашем канале Адольф Юрьев и наша команда момент разбирания сегодняшней темы это наша дуйка которую мы показывали как она делается в кустарном способом соответственно использование марилок на сегодняшний день мы будем тонировать вот такие вот бочонки под мед таким образом мы реагируем на те самые вопросы которые были нам поставлены как и в одноклассниках как в ютубе таки в целом если человек не режет по дереву можно ли непосредственно как-то оформить то или иное изделие посредством это допустим лакокрасочных это марилок хочу изначально затронуть следующий момент спросили у меня человек буквально в ютубе прописал да вот сделал получается дуйку дойка хорошо себя ведет замечательно но образовывается своеобразная паутинка при том когда он допустим задувает то или иное изделие отвечаю на ваш вопрос прежде всего обращайте на те примеси которые вы добавляете чтобы они не были сильно тягучими они должны быть между между густыми и между сильно разбавленными следовательно еще один вопрос был поставлен их по-моему четыре или пять вопроса такого характера были чем именно помимо марилки можно еще получается задувать фактически но мы задуваем и пенотексами это и красками самое главное соблюдать моменты это разбавляемости ну так значит приступим в данный момент своеобразно легкой тренировки данного нашего берем нашу дуйку соответственно мы сюда залили нашу спиртовую морилку мы пользуемся спиртовыми морилками тоже задаваемые вопросы в чем разница между спиртовой и водяной что такое кисть а что такое дуйка кисть вы лучше меня знаете что когда я обрабатываю древесину она древесина следа соответственно напитывает и то есть еще раз в одно положение развода от кисти здесь если вы приловчились это точно же как принцип пульверизатора вы можете это равномерно все фактически расстанировать сейчас мы продемонстрируем касаемо того что щеки или не болят когда задувается неплохо ли вам нет потому что мозговая большие площади на то что мы не постоянно делаем моменты сейчас наблюдаем процесс при тонировке все должно соблюдаться то есть снизу вверх либо сверху вниз то есть у каждого как говорится свое приступим равномерно наносите немножко поворачиваю можно сделать атак что-то одна и Продолжение следует... 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 поработаем вот таким образом у нас получилось с разными своеобразными цветами это специально мы показываем для столяров которые являются только начинающими, что можно сделать с изделиями посредством чего? посредством разных цветов то есть таким же образом можно отбить кантики для другой цветовой гаммы работать и той же вишней, и той же сосной тем же красным деревом и прочее уже все зависит непосредственно от любителя защищать можно еще потом соответственно вторично можно еще пройтись более сделать насыщенный цвет таким образом считаю, что все показанное на данном этапе является допустимым самое главное, что это является понятным все с наилучшими пожеланиями Адольф Юрьев и наша команда хранит во всех бог все с наилучшими пожеланиями и это не только для людей и желаниями было очень много как для людей Продолжение следует...